Приветствую, друзья! Проблемы существуют не только в Украине, а еще и в Британии. Причем Украина с ними очень серьезно переплетена, потому что, оказывается, британские фермеры не могут собрать урожай со своих полей. И аргументируют это тем, что, оказывается, война в Украине идет, хотя по факту, где Британия, где Украина, и при чем здесь урожай британских фермеров. Давайте разбираться. Из-за войны в Украине британские фермеры не могут собирать урожай, не хватает украинских рабочих рук. То есть, получается, из-за того, что украинцы не могут в нужном количестве приехать в Британию, в Британии на полях сгниет очень много сельхозпродукции, потому что лишь просто собрать ее банально некому, потому что, оказалось, все-таки украинцы собирали все это на полях. И, конечно, платили им за это копейки, а вот таких вот рабочих рук, которым можно платить копейки в нужном количестве на весь Евросоюз, ну просто, оказывается, нету. По информации Блумберг, в прошлом году украинцы получили около 67% из 30 тысяч выданных вис на сезонные работы. Именно наши сограждане собирали британские яблоки, малину и клубнику. Но теперь рабочих рук гораздо меньше, поскольку многих мобилизировали на войну. И тут, с учетом того, насколько активно Британия участвует в разжигании войны в Украине, здесь нужно просто Борису Джонсону попросить Зеленского, чтобы пару бригад украинских вооруженных сил просто сняли с фронта и отправили в Британию, чтобы там британские фермеры не страдали. Причем вы представляете, что если даже в Британии проблема, потому что отсутствие украинских рабочих рук просто ставит в тупик британских фермеров, сколько, например, французских фермеров пострадает, потому что там тоже, оказывается, были украинцы, сколько польских фермерских хозяйств пострадает, потому что банально украинцев, которые раньше приезжали на сезонные работы, сейчас мобилизировали, но остальных просто не выпускают, потому что, как известно, от 18 до 60 лет выезд Украины мужчинам воспрещен. И тут мы уже понимаем, что Зеленский причастен уже напрямую к сельскохозяйственному кризису в Евросоюзе, потому что запрет на выезд мужчин от 18 до 60, он повлек к тому, что просто, знаете, сумасшедшее количество урожая в Евросоюзе просто сгниет на полях. Друзья, теперь небольшое, но очень важное объявление. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал, потому что там всегда гораздо больше важной информации можно опубликовать, нежели на Ютубе, потому что здесь есть очень много различных ограничений. Ссылка на мой Телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Но на этом проблемы для Европы не заканчиваются, потому что, как известно, Газпрому отклонили заявку на сохранение мощности прокачки газа через Украину в Европу. Таким образом, якобы, что, мол, боевые действия идут возле насосной станции, которая закачивает газ в трубу газотранспортной системы Украины. И в Украине тот факт, что российский газ просто без каких-либо ограничений перекачивают в Европу, уже даже никого не смущает, потому что, как известно, бизнес-интересы Европы стоят гораздо выше жизней обычных украинцев, которые погибают на фронте. Но, тем не менее, уменьшение количества прокачки газа – это, конечно же, сигнал для Европы, потому что, как известно, Европа за прокачку российского газа через украинскую территорию оплачивают все это дело различными кредитами, оружием, своей лояльностью и так далее. И сейчас мы видим, что Украина просто тоже берет и шантажирует Европу, чтобы поставляли как можно больше вооружения. Иначе Украина, я так полагаю, просто будет постепенно перекрывать прокачку газа в Европу. И здесь, конечно же, знаете, история очень печальная, может быть, для Украины, потому что, как известно, есть Северный поток-2, который сейчас пустой, и, естественно, чтобы он заработал, нужна только политическая воля. И если, например, Украина будет злоупотреблять своей газотранспортной системой, то в Германии есть всегда план Б, они просто разрешат прокачивать газ через Северный поток-2. Ну а в это время руководители Североатлантического альянса с высоких трибун делают заявление о том, что Украина может вернуть Донбасс с помощью оружия, которое поставляют западные страны. И тут эти заявления, конечно, больше сейчас похожи на иронию. Как говорится, могут вернуть, а могут и не вернуть. Какая разница? Ведь, по сути, для НАТО самая главная цель уже достигнута. То есть, действительно, смогли стравить братские народы. И сейчас, конечно же, чтобы решить фундаментально эту проблематику на долгие годы, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то здесь, конечно, нужно думать категориями гораздо более широкими, нежели просто военное противостояние. При этом, по мнению главаря НАТО, война может продлиться годы. Западу нужно смириться с такими издержками, как рост цен. Поддержать Украину вооружением нужно даже, если затраты высоки, добавил генсек. В принципе, то же самое повторил и Борис Джонсон. Тоже рассказывал про войну на истощение. И по факту мы видим, что, знаете, западные страны готовы, знаете, немножко подзатянуть пояса для того, чтобы каким-то образом это пережить. Но если западным странам нужно немножечко подзатянуть пояса, то украинскому народу в этом плане придется за интересы западных стран реально погибать. Понимая это, в Соединенных Штатах Америки пытаются каким-то образом навести мосты с Китаем, чтобы ослабить Российскую Федерацию в экономическом плане. И, конечно, американцы просто сейчас предлагают Китаю снять различные санкции, которые на Китай были наложены, чтобы, собственно, Китай пошел на уступки Соединенным Штатам Америки. Вот так вот решают вопросы в Соединенных Штатах. Сначала создают проблему, вводят санкции, а потом говорят, что если вы сделаете то, что нам надо, тогда мы снимем эти санкции, и тогда будет вам счастье. Но я думаю, что Китай прекрасно понимает правила игры. Я думаю, что ответ Китая, ну, явно не устроит Соединенные Штаты Америки, потому что Китай реально готов к этим санкциям. А вот США вряд ли, потому что сейчас в Соединенных Штатах инфляция, сумасшедшее подорожание всего, и сейчас просто Соединенные Штаты Америки вынуждены отменять санкции, чтобы не спровоцировать внутренний бунт. На этом фоне кооперация делает заявление на грани маразма, потому что, оказывается, в Российской Федерации теперь нельзя будет иметь лицензионные пакеты Windows и, собственно, ставить эти все программы официально на компьютера. И я думаю, что россиян это, конечно же, ни чуточку не смутит, потому что, как известно, что в России, что в Украине, что в Белоруссии, ну, просто массово, повально использовали просто пиратские копии Windows. Я думаю, что россияне прекрасно умеют пользоваться торрентами и, знаете, просто не заметят всех вот этих санкций от Microsoft. Но для того, чтобы маразм максимально крепчал, британской армии даже сделали официальное заявление, что солдатам теперь нужно готовиться срочно к Третьей мировой. Давайте почитаем. Новый главнокомандующий британской армии, начальник генштаба генерал Патрик Сандерс обратился с призывом к каждому действующему солдату, чтобы тот был готов к новой войне в Европе с Российской армией в потенциальной Третьей мировой войне. Да, да, вы не ошиблись. Целый глава генштаба Британии, той страны, которая обладает ядерным оружием, его немножко в Британии, но, тем не менее, оно есть, там, боеголовок 200. Вот этот вот человек, который наделен какими-то там серьезными полномочиями, он там, знаете, чуть ли не самой главной обороны Британии, заявляет, что нужно срочно готовиться к противостоянию с российской армией. Сейчас наша насущная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Тут прямо напрямую говорит глава британского генштаба, что будут британские войска участвовать в боестолкновениях с российской армией. И если это не предполагает ядерной зимы, это означает, что на территории Украины будут проходить эти боестолкновения. Если сейчас мы видим это публично, то это означает, что не публично уже британские войска по полной участвуют в военных действиях в Украине. Данные заявления это по сути легитимизация тех процессов, которые уже идут по полной. Это конечно же касается не только британских войск, это еще и американские войска и прочие войска, потому что реально на территории Украины сейчас идет серьезное боестолкновение западных стран, конечно же, с Россией. Поэтому каждому украинцу сейчас нужно выбирать сторону в этом конфликте. Либо он будет на стороне западных стран, либо он будет все-таки на стороне украинского народа, который не заинтересован в том, чтобы боевые действия проходили на нашей земле. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка, конечно же, в описании и первым комментарием под видео. Там всегда больше, гораздо информации, нежели на ютубе. Не забывайте подписываться. До скорого!